Я хочу вам прочитать один новый фильетон. Я первый раз его читаю, поэтому прошу ко мне тоже отнестись снисходительно. Все смешалось в нашем земном доме, все перепуталось. Война называется миротворческой операцией. Военные миротворцами мирно стреляют, мирно убивают. У них мирные танки, мирные мины, мирные атомные бомбы. Демократия овладевает миром под лозунгом «Кто против демократии? Расстрел». Это я про американцев сейчас, это вы поняли, потому что я же без них не могу, родных. В Китае, в Китае, все перевернулось. В Китае капитализм под руководством коммунистической партии. И за этим сочетанием с портретов наблюдает Конфуций. Цыгане стали хакерами. Не важно, не важно, что не понимаете, это не имеет значения. Попроще что-нибудь сейчас скажу. В Эстонии появились эстонские киллеры. Самые грозные киллеры в мире. От их рук погибают все. Некоторые даже своей смертью. Но больше всего все спуталось и перемешалось в России, где нефть дорожает, народ беднеет. Где диетологи толстые, косметологи в прыщах. А главный демократ – кгбист. Где политикой занялись бывшие завлабы, а экономика – юристы. Когда смотришь заседание правительства, ощущение, что они страной не руководят, а ее приговаривают. Говоря о народе, забывают о человеке. Только они могли продать бывшие государственные заводы иностранным инвесторам так, что остались этим инвесторам должны. Юмористы. Юмористы пошли в политики, потому что политики заняли место юмористов. Армия стала опасна только во время маневров. И только для тех, кто живет внутри страны. Власть борется с пенсионерами. Интеллигенция превратилась в тусовку. Поэты торгуют. Студенты почитают за честь устроиться официантами. Лингвисты подались в таксисты и могут обругать на трех языках в совершенстве. Бизнесмены открывают бутики своим женам. Те называют себя бизнес-леди. При этом путают доход с прибылью. А на поздравления с Пасхой Христос воскресе отвечает. Вау, реально? Все перемешалось. Артисты подались в бизнес. Эстрадная поп-дива купила яйцеферму у балетного танцора, которому эта яйцеферма мешала танцевать. Ну, друзья мои, ну как вам не стыдно? Я ничего не имел в виду. Природа взбесилась. Дикие утки перестали улетать на люк. Топчутся по помойкам. Коты орут круглый год. Снегоуборочные комбайны не ломаются только летом. Отопление чинит зимой. Интернет в провинции заменил горячую воду. На сигаретах пишут. Курение вредит вашему здоровью. Моль питается средством от моли. Спонсор спортивных соревнований пиво. Воду с приятным запахом называют туалетной. Врачи учатся лечить на мертвых, а лечат живых. Главными целителями стали экстрасенсы, у которых от переработок появились синяки по третьим глазам. Любимый народный праздник Старый Новый Год. Это никому объяснить невозможно, что это такое. Вы смеетесь? Я в Швейцарии был 13 января. И русские праздновали в ресторане Старый Новый Год. Официант спрашивает у меня, что сегодня празднуют русские? А я ему говорю, Элд Нью Иер. Но я не думал, что такая реакция у него будет. У него была реакция, как у человека, который съел дрожжей и сел на отопление. Женщины потянулись в футбол, в хоккей и в бокс. Они быстрее мужчин уже укладывают шпалы, кладут кирпичи. Любая женщина в результате операции теперь может стать мужчиной. А если операцию не доделать, то мужчина может еще и родить. И получить за это Нобелевскую премию. Инь и янь поменялись местами. В автобусе карманный вор залез к женщине в сумочку. Так она его схватила за руку, скрутила, отобрала паспорт и на руках отнесла в милицию. Теленовости притупили чувство страха. Сообщение о заложенной бомбе в ресторане не пугает даже посетителей. На просьбу немедленно покинуть ресторан, потому что бомба. Говорят, не волнуйтесь, да идим, уйдем. Дети в школах, дети в школах по тревоге учатся прятаться от ядерного взрыва между партами. В детских садах на ночь остается воспитательница на случай, если появятся террористы, чтобы она их прогнала. Ей для этого разрешено по инструкции пользоваться шваброй. ГАИ легализуют ворованные автомобили. Милиция крышует бандитов. Никого не удивляют теленовости. Вчера на стрелке произошла разборка между Люберецкой группировкой и Балашизинским отделением милиции. Они не поделили территорию, кто где продает наркотики. Церковь торгует сигаретами и пивом. Патриарх в благодарность за таможенные льготы чуть не поцеловал президенту руку. Епископы целуются с чиновниками, как секретарь обковов. Народ понял, что приличные зарплаты от правительства все равно не дождаться, поэтому поднялся в церковь за Божьей благодатью. Молясь просит Господа о хороших процентах в банке. Все научились каяться. Все. После того, как изменил жене, обокрал соседа, заказал начальника, прости Господи, что во время поста я съел яичко перепелиное. Это мы все примерно такие. Себя писал. Ну не в том смысле, что я заказывал начальника. Нет. Ну примерно. Бандиты с... Медленно говорю следующую фразу, потому что она сложная. Бандиты стали настолько верующими, что стараются замочить своих врагов до прощенного воскресенья. А главное сразу после разборок в церковь. Прости меня, Господи, в натуре. Не могу сказать, за что в церкви даже думать о таком неудобно. На крещение в очереди за святой водой с утра давка из желающих поопохмелиться. Куда ты лезешь, козел? Как тебе не стыдно, я за святой водой. Ты свою рожу видел когда-нибудь? Какая вода? Тебе рассол нужен, освященный. Олигархи начали строить собственные храмы, решили обустроить свою загробную жизнь. Литургии в форме долби, молитвы элитные, освящение векселей на Вип-алтаре. Маршрут крестного хода заказывает сам клиент. Цитаты из Библии на рекламах, в поликлинике, в возлюбии врача своего. А в обувном каждой твари по паре. Единственное, что осталось логичным, это наша российская символика, особенно символ главной российской политической партии Единая Россия. Медведь. Удивительно точный символ. Летом разоряет улья и птичьи гнезда. От резкого крика пугается и убегает. В цирке катается на мотоцикле и танцует барыню. А главное, полгода спит и сосет собственную лапу. Чем не символ нашей российской жизни? Недаром во время выборов наклейки с надписью Единая Россия были расклеены в метро на стеклах дверей. А под ними подпись «Не прислонятся». В остальном, законы логики пропали. Юмористы говорят, что телевидение портит зрителей. Причем говорят это по телевидению. У земли матушки поднялась температура. Она стала быстрее вращаться, словно хочет скинуть с себя человечество, у которого плюс и минус поменялись местами. От этого человечество закоротило. Гольфстрим и тот растерялся, не понимает, куда ему течь. Но даже глобальное потепление всея планеты у нас в России обернулось невиданно холодной и снежной весной, которая припорошила и украсила ненадолго наше мутное время. Здесь много молодежи. Молодежь сказки в наше время не читает. Им не очень интересно читать сказки. Это консервативно и не хватает экшена. Мы добавили экшена. Сказочки с экшеном. Самая короткая современная сказочка со счастливым концом. Принцесса не смеяно нашла коноплю. Новая русская сказка. Едет Емеля на печи, а за ним бандиты на камине. Иванушка, не пей из лужицы, козлё. Хоть травкой занюхай, придурок. Вообще, все это надо голосом, который анонсирует обычно вот эти блокбастеры. Знаете, вот эти в подражании Голливуду. У нас даже сейчас висит в Москве афиша Алёша Попович. Героический, эротический блокбастер. Теперь надо написать Анна Каренина, эротический блокбастер. Практически можно написать. Поэтому надо... Знаете, вот этот голос, который анонсирует, это голос гайморитного больного. ЗАВТРА НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. Этот человек и шпалой по голове ударили, у него уже гной вместо мозга. Да-да, ха-ха, молодежи нравится. Честно говоря, это не совсем так. Молодежь тоже смеется, значит, ей-то не нравится. Просто почему-то телевидение думает, что так более рейтингово. Вот так и надо дальше выступать. Дюймовочка бежала по лесу и кричала. «Я не беременная, меня пчела в живот укусила». Молодежь, для вас. Однажды Гулливер пришел на лилипутскую дискотеку. И его так начало там колбасить. А лилипута в это время плющила. Однажды Карлсон однажды Карлсон напился в водке, надел тельняшку и полетел бить морду малышу. Так в Швеции отмечали День десантника. Людмила подошла к берегу, бросила в море 20 баксов. Видите, показались из воды, но только по коленам. Летит барон Мюнхгаузен на ядре и думает, «Нифига себе, в кигельбан поиграл». Сказка о том, как Винни-Пух с Пятачком ходили по бабам. Винни-Пух, Пятачок, принеси мне резиновые сапоги и плетку. Пятачок, зачем? Винни-Пух, никогда не знаешь, что придет в голову этим пчелам. Однажды у Карлсона забарахлил моторчик. На обломках нашли надпись, «Электролюкс, Швеция сделана с умом». Крошка-енот улыбнулся тому, кто смотрел на него из воды. Но это не спасло его от голодной команды Жака Кусту. «А все-таки она вертится», сказал Буратино, вытащив шурупы стазобедренного сустава. С криками «Сим-Сим, откройся!» Али-Баба уже шестой день пытается войти в интернет. Однажды у Мэри Поппинс не раскрылся зонтик. Так появилось выражение «Кровавая Мэри». Сказка про три медведя. Современная версия. «Медвежонок, кто спит в моей кровати?» Сдергивает одеяло. «Ва-а-а-а-а-а!» «Мама, папа, пойдите еще погуляйте!» И сказка про Буратино. Еврейская версия. Папа Карло, Буратино, сынок, открой рот, закрой глаза. Буратино открывает рот, закрывает глаза. Папа Карло. Орет как на базаре. Скворечник, покупайте скворечник. Ну и последнее такое хулиганство допущу некоторое. А где у меня хулиганство? Едет Илья Муромец по полю. Увидел Илья Муромец мужиков. Илья Муромец, мужики, вы не видели здесь соловья-насильника? Муромец, ты хотел спросить разбойника? Муромец, мне лучше знать. Знаете ли вы, что утро это такая часть суток, когда завидуешь безработным? Опять дальние ряды довольны. Вон они где, безработные сидят. А знаете ли вы, что у женщины неприлично спрашивать, в каком она учится классе? Знаете ли вы, что почему-то шутку о том, что машина не роскошь, всерьез восприняли только российские автозаводы? А знаете ли вы, что если женщина хочет вывести из себя мужиков водителей, она должна ехать в левом ряду, соблюдая правила движения? Это я заметил, меня так раздражают, они никогда не соблюдают правила. Тут половина себя написана. Да и вы и над собой смеетесь, собственно. А знаете ли вы, что модель ноги кормят? Сложно, ладно, попроще. А знаете ли вы, что даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в автобусе, она стоит рядом с ним? А вообще, я должен сказать, здесь, конечно, большинство русских женщин, я должен вам высказать какие-то хорошие слова, сделать комплимент. Я считаю, что русские женщины самые красивые. Вот даже знаете, почему я это говорю? Потому что у меня к вам очень хорошее чувство. Если у вас много в зале женщин, обязательно случится смех. Мужики все равно полконцерта сидят с таким видом, где бы пивка попить сейчас. И когда понимают, что без перспективняк думать о пиве, только втягиваются в процесс. А женщины им смешно, они смеются. Он хихикает женщины. Женщины самые красивые наши. Причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра, они так и ложатся спать в макиянике. Причем, я не знаю, как они умудряются, мужики, не размазать это все. Я за многими наблюдал. Потрясающе. Нет, ну я не в том смысле. Че вы? Я считаю себя не эстрадным человеком. Я считаю себя журналистом. И когда я езжу по стране, как у журналиста, у меня появляется наблюдение. Я был в гастролях по северным российским городам, сделал такое наблюдение. Знаете ли вы, чем отличается зима от лета в российских северных городах? Зимой там люди ходят в застегнутых фуфайках. Я вас обожаю. А говорят, нашему народу нужна пошлость. Нет. Наш народ сам не знает, что ему не нужна пошлость. Сегодня многие эстрадные наши актеры стали действительно говорить много на темы ниже пояса. Во-первых, подражание Западу. А во-вторых, они поняли, что наши люди очень смеются над этими шутками. Смеются. Но за что я люблю наших зрителей? Искренне люблю. За то, что они ухатываются над шутками ниже пояса, а приходят домой и говорят, такая пошлятина. И снова смотрят, и снова говорят пошлятина, и снова смотрят с удовольствием. Причем. Знаете ли вы, что народ, который до сих пор хранит деньги в Сбербанке, непобедим? Я для Сбербанка России придумал рекламу. Мы превращаем ваши деньги в рубли. А вот тема и вас, и нас касается. И вас в мысли в Латвии, и нас в России. Знаете ли вы, что мечта сегодняшних врачей это чтобы бедные никогда не болели? Это ваши тоже такие. Знаете ли вы, чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз. А знаете ли вы, что самые суеверные люди зубные врачи? От них только слышно. Сплюньте, пожалуйста. Ну, я без Америки не могу, извините, ладно? А знаете ли вы, чтобы вывести из строя? Я могу это говорить, потому что меня все равно лишили визы в Америку. Все. А знаете ли вы, они перевели мое выступление? Намучились. А как вы переведете? Как вы переведете вообще русские шутки на другой язык? Это невозможно. Мало того, что надо знать условия нашей жизни, еще русский язык ведь не переводим на английский. Ну, как вы переведете слово «недоперепил»? А перья не доел. Я пытался англичанам переводить. Я сказал, «недоперепил» — это «выпил» больше, чем мог, но меньше, чем хотелось. Никакого результата. Он все равно не понял. Так, не отвлекаюсь. Про Америку. Знаете ли вы, чтобы вывести из строя американского спецназовца, достаточно вытащить из его рюкзака рулон туалетной бумаги? А с ними даже бороться не надо. Не имеет значения. Про Америку продолжаем. Знаете ли вы, что следователи, инспекторы ООН выяснили, почему они не могут найти в Ираке ядерного оружия? Оказывается, какие бы опыты ни проводили иракские ученые-ядерщики, у них все равно получалась анаша. А сейчас эти революции оранжевые, бархатные, там цвета у них есть у этих революций. Ну, первыми были грузины. Они очень важны такие. Им за бархатную революцию от нас, от российских сатириков. Но это не первоассоциативная шутка. Она так угадывается, в чем смысл. Читаю медленно. Знаете ли вы, что если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин? А вообще Хэллоуин американцы зря считают, что это их праздник. Это старинный русский праздник. Просто, да-да, это народный праздник. С давних времен праздновался, просто назывался по-другому. Похмелоуин. Почему тыквы? Тыквы болели. А свечки, потому что глаза светились на утро. Ой, друзья мои, а с грузинами, конечно, есть один анекдот. Он очень скабрязный, но я все-таки расскажу вам. Потому что это надо удовольствие вам доставить. Он не пошлый, он скабрязный. Но он очень точный. Они же сейчас эту натовскую форму купили. Их НАТО вооружило. НАТО думает, что у Грузии будет армия. Они не знают, что это все будет хор. А грузины, а грузины важные ходят. Ой, мы в натовской форме. Анекдот очень точный. Просто какой же русский народ остроумный? Сочинил такой анекдот. Гоги, где ты был? Начальник охраны спрашивает. Грузинского альфа. Гоги, где ты был? На президента было покушение. Тот говорит, я в туалете был, Вахтанг. Что случилось? Я надел эту форму натовскую. Вооружился, проходил мимо зеркала и обделался. Я ваших не имею в виду. Не-не, это про грузин. Это не про прибалтов. Прибалты храбрые. Они храбрые, хорошие. А знаете ли вы, что футбол... Это я после чемпионата Европы по футболу сделал такой вывод. Знаете ли вы, что футболисты сборной России играют заразительно плохо? С ними плохо играют все команды, даже хорошие. А они не могут понять, как с нашими играть. Потому что они тренируются против тех, кто бегает по полю. А наши новый вид спорта изобрели. Спортивная ходьба с мячом. И все формулы разбиваются. Единственное, у кого наши выиграли. Ой, это гениально, конечно. Мне так понравилось. И все такие радостные. Пол России радостные ходила. У эстонцев. Значит, 4-1 выиграли. А я-то знаю, почему выиграли. Я видел этот матч. Я-то понял, в чем дело. Эстонцы нормально играют. Там есть и русские футболисты, и эстонцы. Но эстонцы допустили очень серьезную ошибку. Они заставили русских футболистов говорить на поле по-эстонски. Иначе их выгоняют из команды. Это стратегическая ошибка. Потому что наши языки очень отличаются. Вот даже, смотрите, латвийский язык и русский, они разные. Мы разные абсолютно народы. Разные. Вода. У них мужского рода. У нас женского рода. Мы по-разному относимся. Банк. У них женского. У нас мужского. То есть у нас абсолютно разное восприятие мира. Темпераменты я уж не говорю. Мы говорим, солнце выползает из-за горизонта. А как говорят прибалты, солнце выпрыгивает из-за горизона. Сауле Летц. Что? Вы поняли разницу? То, что для нас выползает. То, что для местных выпрыгивает. А для нас тащатся. Мы не можем уже наблюдать. Вот почему эстонцы проигрывают. Потому что они говорят на эстонском языке. А он с длиннотами. Еще длиннее, чем гарум за имя. И пока он скажет. Опасность справа. Практически опасность закончилась уже. Друзья, вы поняли, что я журналист? Я не юморист. Я вообще не знаю, что вы смеетесь. Это про чиновников сейчас будет. У меня особое отношение к чиновникам. Вот я заметил, все, кто учились со мной в школе, и у них были способности, они пошли работать по способностям. Также в институте, кто хотел, у кого были способности рисовать, стали художником, кто-то стал артистом, кто-то режиссером, писателем. Инженеров много стало. У кого не было способностей, пошли в чиновники. А потом происходит разделение. У кого еще нет совести, те в политики идут. У вас беда в Латвии. И я очень сочувствую латышам, потому что половина населения в чиновниках. Чиновники — это вырождение, друзья мои. Потому что они паразитируют на других людях. Чиновники — это паразиты. Мы удивляемся, почему они нам не помогают или не сочувствуют. У них нет органов сочувствия. У паразитов органы отмирают. У глистов даже органов зрения нет. Конечно, гораздо хуже было бы в Латвии, если бы русские были чиновниками. Но это все, это конец. Это мы брали взятки и еще и не делали ничего при этом. Сейчас хоть исполняют они за большую мзду. Но вообще, знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега? Откат за откатом. Мне главное нравится, что все понимают, о чем речь идет. А вы знаете о чиновниках, кто гениально сказал? Вот почему мы говорим классики? Вы задумывались? Вот есть попса, а есть классики. Классики это навечно. Пушкин о чиновниках написал. Бенкендорф эту фразу вымарал. У Пушкина в Евгении Онегине. Чином от ума избавлен. Геллеровский, я выписал эти интереснейшие фразы классиков. Потому что сейчас читают мало, а я хочу, чтобы больше какой-то интерес проявлялся у зрителей к чтению. Геллеровский, в России две напасти. Внизу власть тьмы, наверху тьма власти. Лев Толстой, 1898 год. Кто бывал в Москве сейчас, недавно поймут эту фразу. Лев Толстой, позапрошлый век. Приехал в Москву. Огни, роскошь, грязь и нищета. Собрались злодеи, ограбили народ. Набрали солдат, чтобы охраняли их их оргии и пируют. А Салтыков щедрин. За наш рубль и сейчас ничего не дают, а скоро будут давать морду. А эту фразу мне вырезали из всех телевизионных передач. По предложению администрации президента России вышел в свет диск DVD. Сборник речей Путина для караоке. Почему русские сегодня, россияне, русскоязычное население России разочаровалось во власти? Знаете, последняя капля какая была. Это праздники 15-дневные в Новый год. Это первый раз за историю всей России тысячелетнюю, чтобы народ захотел работать. Пьяные люди подходили к офисам, говорили, откройте, дайте поработать. У нас нет бабок, а похмеляться больше. Чиновники властью строили себе праздники. Горные лыжи в Африку на охоту поехали. Я в Африке был в Новый год. В Африке есть племя Масаев. У них совершенно дикая жизнь. Доисторическая практически. Деревянный век. Они рассказывают про наших чиновников. Представляете, ну гениальная история. Например, наш чиновник установил рекорд. В мире считается самым высоким достижением для охотников мирового класса это собрать большую пятерку. Большая пятерка это носорог, это лев там, знаете, слон, ягуар, нет, гепард, еще кто-то, забыл, неважно. Раньше большая пятерка называли Байрон, Шекспир, Пушкин, Мольер, Шиллер. Сейчас, значит, поменялось значение большой пятерки. И вот немец один, супер охотник, вообще всю жизнь ездил в Кению и так и не смог собрать. Он за слоном 7 лет ездил за ним. Причем ему все время одного слона подгоняли. А он уже старый стал, он промахивался и не туда попадал слону. И в последний раз, когда немец приехал, слон его увидел и умер. Все, он сам умер в собственной смерти. Он не, он, он говорит, все, лучше я умру, я не могу больше ходить раненый всю жизнь. Наш установил рекорд. Чиновник из Сибири приехал, заплатил столько массайским племенам, что те граблями согнали большую пятерку в двойном размере и он за 45 минут уложил всех. Но самый веселый случай, конечно, рассказали, извините, он тоже скабрезный. Там одно слово есть, которое, ну, не сценичное это слово. Но я его все-таки произнесу. Потому что уж ситуация очень точна. Из мэрии московский чиновник приехал в Кению, его завели на вышку, а они все перепились перед этим. Готовы? Готовы? Он обливал зебру. Че ха-ха, зебру жалко. Че ха-ха. Представляете, эта бедная зебра думает, лучше бы ты меня убил, чем... Про наших действительно анекдоты ходят. Я и сам попадаю в дурацкие ситуации. В Швейцарии с Галкиным, Максимом. Мы с ним дружим. Хотя мы и в хороших отношениях. Нет, с Жванецким наоборот. Мы не дружим, и поэтому в хороших отношениях. А Галкин такой веселый человек. И мы поехали в Швейцарию. И идем по улице. История смешная. Вам приятно будет, потому что над нами смеется. И смотрим, очки прикольные такие, лежат на витрине. Мы заходим в магазин, я говорю, продавщица, покажите очки в витрине. Она говорит, какие? Мы вышли на улицу, смотрим, я показываю ей. Она как начнет хохотать. Я говорю, а что вы смеете? Она говорит, это для собак очки. Я пришел, говорю, ну, Максим, Максимка, мы лоханули с тобой. Нам понравились очки для боксеров. Ну и в каком смысле? Для собак. Она подходит, продащит, говорит, будете брать? Я говорю, как? Мы для себя просили. Она говорит, все русские берут. Это же прикольно. Я же говорил, вам приятно над нами смеяться. Ладно, отвлеклись от политики. Знаете ли вы новую рекламу российских часов? Наши часы опережают время. Так, тонкая фраза дальше. А знаете, как называют толстых монашек? Толстых монашек. Божьи коров. А знаете вы, что нудисты, нудисты играют в карты на одевание? А макаки никогда не поворачиваются спиной к быкам. А знаете вы, что оптимисты это те, которые даже на кладбище вместо крестов видят плюсы? А знаете вы, что русскому хорошо, то немцу грамотные. А знаете вы, что корейцу хорошо, то русскому собака? А что украинцу хорошо, то свинье смерть. А знаете вы, что гимном, знаете вы, что гимном украинской молодежи теперь стала песня «Оранжевое небо», «Оранжевая папа», «Оранжевая мама», «Оранжевый я сам». Ну, это, кстати, хорошо, что Ющенко победил. Если победил Янукович, гимном стала бы песня «Голубая луна». Ой, ну с Украиной у меня особые отношения. Меня пока, меня последние два года не пускали на Украину. Значит, Кучма не пускал, потому что я сказал, что Украина вляпалась в Кучму, а машину Кучмы назвал «Кучмовоз». Я почему про Украину рассказывал? Потому что если я про Латвию начну рассказывать, то меня не пустят сюда, вы же понимаете. Но главное, я действительно много рассказывал про Украину, но она смешная страна. Я говорил, Россия — это страна пародия, Украина — пародия на пародию. Если есть украинцы, не обижайтесь. Вот нормальные украинцы в зале сидят, в Киеве хохочут, и в Белоруссии хохочут, и русские хохочут. Смеются наши украинцы и белорусы одинаково. И я делаю вывод, мы один народ, а наше правительство другой народ. Случайно. Я об этом говорил в Киеве, мне звонок из администрации президента. Если вы еще будете про нас такое говорить, мы вас на Украину больше не пустим. Я говорю, во-первых, не на, а в. Потому что Украина — это страна, а не маршрут. В Латвию, в Голландию, в Россию. Только Украина на. Ну, в общем, договорились, что я там не буду говорить про националистов. А вообще я не могу про националистов не говорить. Но они такие смешные. А ваши националисты? Боже мой. Они даже не знают, какие они допотопные. Кстати, они нормальные ребята. Вот я сижу с ними, вот так, в жизни я имею в виду. Если в зале есть националисты, вы не обижайтесь. Так вы нормальные. Вот здесь нормально. Потому что, вот, например, я с националистами, с вашими, ну, с двумя-тремя знаком. В ресторане я за них плачу. Они говорят по-русски, нормально. Я им говорю, ребят, тысячу долларов, спой широка страна, моя родная. Он говорит, две тысячи долларов. Тут уже торговля идет. Вообще националисты смешные. Конечно, вот с этими фамилиями у вас заморочки забавные очень. В учебниках шестого класса любой страны сказано, что фамилии не переводятся на другие языки. И когда наши футболисты ездят по всему миру, их же не называют, не переводят фамилию Смертин от слова Смерть. Или Коряха от Коряки. Так и называют. Ну, у вас, конечно, я за Дорновс, там Путин будет Путинс. А Бушу вообще лучше не приезжать, потому что он и так-то куст. А тут во множественном числе еще будет. А Шишкин и с вашей... Ну, это замечательно. Когда ей написали за неимением правописания и неумением писать русские фамилии в паспорте, ей написали Сиськина. Она тоже щилоптем не хлебает. Консоме кроссовкой. Вот. Она в суд Гагский подала. А Гагскому суду больше нечем заниматься. Как думать? Шишкина она или Сиськина? А мне вообще нравится этот процесс в суде. Это свидетелей допрашивать. Скажите, она Шишкина или Сиськина? Ну, конечно, Украина побила рекорды латвийские. Парня русского звать Август ему в паспорте написали Серпень. И он теперь Серпень Федорович. Теперь, почему меня не пускают на Украину? Я должен вам эту историю рассказать, потому что она замечательная. Жена Кучма говорит, давай посмотрим вечером по телевидению Задорнова. Это было полтора года назад. Зря она ему это сказала. Меня вообще лучше чиновникам не смотреть по телевизору. Они сели. А я там говорю, надо Курилы подарить Украине. Никогда японцы не вымутят их. Никогда. Они просто президента трезвым не застанут Украиной. Ну, а Кучма действительно. Он спокойный всегда. Случилась революция. Он бухнул на гитаре, сыграл. И нормально. В общем, смеялись везде. Не смеялись в одной семье. Внучок у Кучмы спрашивает, деда, ты правда такой поддавала? На следующий день мне запрещен въезд в Украину. А то, а смотрите разницу, да? Кучму сняли, никто. А меня теперь приглашают. Вот разница, да? Потому что Кучма переизбирается, а Задорнова переизбрать невозможно. Вот почему для меня чиновники никто. А он еще обиделся, что я рассказывал, что означает Кучму по словарю Даля. Мне очень нравится русский язык очень точный. Часто фамилии давались правильные, в зависимости от некоторых черточек характера. Задорнов, очень точная фамилия, я вам должен сказать. Путин, Путин, есть такое слово в словаре Даля, означает боль в пояснице, сгибающая пополам человека. Но это не так смешно. Кучма, ой, умоляю, только не очень громко, чтобы не зашкалило микрофон, ладно? Кучма, знаете, что означает? Веслоухая шапка. Колтун в голове. То есть все, что он наделал на Украине, вот это все. Они что, не могли подобрать приличного кандидата в президенты? Русские так переживали, что Януковича не избрали. Ну невозможно избрать человека дважды судимого. Это что? Что это за пиар такой? Люди, которые занимались этим пиаром, они не пиарщики, они пиарасты. После того, кстати, как победил Ющенко на Украине, в России победит Кащенко. А победил Ющенко я вам расскажу, почему. Потому что пиар-компания, конечно, допустила ошибки. Московские артисты поехали на Западную Украину агитировать за Януковича. Москалями агитировать на Западной Украине, это большая ошибка. Если бы они агитировались за Ющенко, они бы его провалили. Собралось очень много людей. Ну, представляете, московские артисты приедут за какого-то из латышских националистов. Ну, это абсурд совершенно. Это уж совсем не понимание ничего. того, что происходит. И произошел случай, о котором я не могу вам не рассказать, и чтобы на телевидении это увидели. Значит, никто не имел успеха, потому что все пели на площади, было много народа, но они выходили и говорили, голосуйте за Януковича, и аплодисменты обрывались сразу. Успеха имел только бедра с кирка. Папаня. Звезды. Я и Филиппа очень люблю тоже, потому что мне очень нравится, что он всерьез говорит, я звезда. И не улыбнется даже. Потом он говорит, нет, я меказвезда. И опять не улыбнется. Я ему говорю, Филипп, говори, что ты черная дыра вселенной. Вообще, что это за искусство? Дым идет из всех щелей, глаза вставные у мужика, извините за слово мужик. Кстати, знаете, он снялся в фильме «Колобок». Он сейчас, его мало приглашают в связи со всеми этими скандалами, он снялся в фильме «Колобок». Он играет главную роль там. Ему особенно удалась фраза «Я от бабушки ушел». Видимо, яблоня недалеко растет от яблока, которое с него упало. Бедра с киркором вышел, спят. На Западной Украине, помните, о чем рассказывал? И в конце говорит, от имени болгарского народа. Ну, конечно, с западным украинцем самое главное. Вот что думают болгарские народы по этому поводу? От имени болгарского народа голосуйте. И перепутал. За Ющенко. В зале. Ура! Вся площадь. Молодец, Бедров. Он имел грандиозный успех, пока не зашел за кулисы. Тут его встретили все те, кто успеха не имел. Говорят, ты знаешь, что ты сказал? А что я сказал? Ты сказал за Ющенко, а надо было за Януковича. Он говорит, можно я еще раз поеду? И пошел на сцену второй раз. И говорит, и говорит фразу, которую бы я занес вообще в литературную энциклопедию юмористическую. Она такая, она такая изящная. Он сказал на Западной Украине, мы, болгары, путаем ваши русские фамилии. Поэтому я должен уточнить, сказал он, голосуйте, и опять за Ющенко. И имел второй раз большой успех. Узнаете ли вы самый сложный вопрос из эстонского кроссворда? Одна из главных букв эстонского алфавита. Пять букв. А знаете вы, что если в индийском художественном фильме на стене висит ружье, значит в финале фильма оно непременно или станцует, или споет. А знаете вы, что смех сквозь слезы это наркоманы пытаются раскурить кактус. Многие жалуются, кофе не помогает по утрам. Знаете ли вы, что ничто не снимает сонливость так, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутая на живот. Знаете ли вы, что такое старость? Себя написано. Старость, это когда нагибаешься, чтобы завязать шнурки и думаешь, что бы еще попутно сделать. Да-да, смейтесь, смейтесь, такими же будете. Женщины, милые, для вас предпоследняя наблюдашка. Знаете ли вы, мужики, не слушайте, что у трезвой женщины на уме то у пьяного мужика никогда не получится. Ну и последнее. Знаете ли вы, что в Государственной Российской Думе наконец-то приняли решение по-человечески захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина? Я представляю, какое недоумение возникнет у археологов будущего тысячелетия, которые вдруг найдут надгробную плиту с эпитафией. умер в 1924-м. Похоронен в 2005-м году. Воу них башню снесет от непонимания, где он шатался все это время. А вообще, я вам должен сказать, мне вот, это ведь, это Жириновский ведь радеет за то, чтобы Ленина вынести. У него такой пиар есть. И я вообще очень люблю Жириновского и считаю его своим коллегой. Я вам честно скажу, он бы мог собирать залы полные людей, выступать. Ну, слушайте, у него фантазия грандиозная. Мои знакомые говорят, мы голосуем только за Жириновского. Я спрошу, почему? Чтобы веселее было. И правда, убери его, сделай всех, как вот депутата, как Грызлов, как Единая партия России. Ну все, ну скукота, мертвичина. А у этого живые образы, живое мышление. Он кричал по телевидению, убрать Ленину, вынести Красную площадь, промыть фаруцелином. И... Хак он, откуда он эти слова берет, образы? Тихо, 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 тихо. Он приколоться решил и пошел на Красную площадь в августе месяце выносить Ленина, собственноручно. Его, естественно, не пускают, он ксивой трясет солдатам там под нос. В общем, орал, кричал, журналисты забрались, в общем, пропустили его. Я не могу. Он вышел через пять минут с синяком под правым глазом. Его журналисты спрашивают, кто вам поставил? Он, на, на, на. Знаете, нарявкал и ушел. А я знаю, кто? Ленин. Потому что Ленин и сейчас раз. Ес. Мне рассказал известный артист, как Жириновский полетел в Израиль и там решили в прямом эфире на телевидении сконфузить Жириновского. Сейчас! Они не знают, что Жириновский соображает лучше всех евреев вместе взятых на белом свете. Он даже вопроса до конца не дослушал. Уже орать начал и гнать на весь Израиль. Сразу. Ну, вопрос детский лепит для ума Жириновского. Как вы посмели, будучи антисемитом, приехать в Израиль? Он говорит, я антисемит, да я еврей. И тут же гнать на Израиль. Это его тактика. Мой папа был евреем, когда мне было три годика. Он нас с мамой бросил. Игнать, он уехал сюда, к вам, в Израиль. Ведь Израиль уже виноват, что папа уехал. и находит гениальный ход. вот пиарщик настоящий говорит, в камеру говорит, папа, если ты меня видишь сейчас, отзовись. Бедный, бедный этот интервьюер, комментатор, не знаю, что спросить, говорит, вы еврей? С глазами человека, у которого два пальца в розетку попали. Жириновский говорит, да я могу доказать. Не, 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 не надо. Только не в прямом эфире. Я несколько слов хочу сказать о тех молодых людях, которые будут сегодня выступать со мной. Их будет немало, я вас предупреждаю. Я уверен, что вы получите удовольствие. Единственное, у меня просьба, ну, не надо судить строго. Дело в том, что коллектив, который вы увидите, это второй курс театрального училища. Они сегодня покажут свои скромнейшие совершенно этюды, курсовые работы. Но мне хочется. Сегодня, когда говорят, что малоинтеллигентные и мало талантливые молодежи, особенно в Латвии, в Эстонии, русскоязычные, неправда. Посмотрите на них другими, благодарными за их талант глазами. Мне кажется, что эти ребята очень талантливые. Я уверен, что они очень талантливые. И вот то, что вы сейчас увидите, это этюды. Я подобные этюды видел и в Щукинском училище, и в Щепкинском училище, и когда был сам студентом Московского авиационного института, я смотрел, ходил учебные работы, там показывали такие этюды наблюдения за предметами и за животными. Вы подобные видели по телевидению, когда Ермольник показывал цыпленка табака. Но! Он просто показал цыпленка табака, как цыпленок табака на фотоснимке выглядит. А вот что мне понравилось, почему я решил представить вам эту работу, поделиться ею с вами, а потому что ребята сделали, по-моему, новый шаг в этом жанре. Они судьбу показывают предметов. Вот как вы считаете, ведь у чайного пакетика тоже есть судьба, и у домкрата есть судьба, но чтобы увидеть это и увидеть это грустно и радостно одновременно, для этого нужен талант. А я посижу сейчас здесь, и мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДОМКРАДЫ Домкрат для грузовых автомобилей. Ху-у-е! Ху-у-е! АПСИ, 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 АПСИ! АПСИ, 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 А Он, 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 он... Он, 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 он... Вау! А следующая наблюдачка называется «Близнецы». А давай читать стихи. Давай. Я первая. А давай на камстрик. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А давай читать вместе, давай Наша Таня громко плачет, по головке скачет мяч Это выдумка отца, мяч сделан из свинца Мальчик в балкон накинул яйцо, дядя дизайн ему прямо в лицо В ответ на балкон полетела граната, долго смеялся, ропотала ганата Ты не пей из-за унитаза, там бацилл, там тараза Ручку дёрни под дуслей, пенка стуль, потом уж пей Тот, кто учится у молодых, тот долго сохраняет молодость Корова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Геббон в зоопарке. Внимание, смотрите, внимание. Вот вы смотрите на клетку, а в клетке геббон. Я. Я прошу сейчас закрыть глаза всех слабонервных. Ниндзя. 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 КОНЕЦ ПДЫШ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 сочетание. Узбеки ухохотались над американской компанией. В гости к зажиточным, но интеллигентным узбекам пришла американская компания во главе с американским послом в Узбекистане. И узбек, который получил образование в Советском Союзе, то есть весьма такое ироничное мышление у него, решил сказать тот, чтобы все смеялись. Тот сказал он следующий. Как вы думаете, обращаясь к американцам, спросил он, почему Колумб открыл Америку, а его именем Америка не была названа? Да потому что задолго до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Индейцы его очень полюбили, когда он наплывал, они кричали ему на корму, ты забыл сказать, как тебя звать? А он им кричал с кормы, меня звать Ибн Амир Саид Абдурахманов, дурашлеп, кефир. И они кричали, мы не запомним, ты чё, мы же мамы же индейцы, у нас головки маленькие, ты чё, давай короче. А есть такое в Средней Азии слово очень уважительное, АКА. Это старший господин, старший брат, и он им кричал, зовите меня коротко, Амир АКА. И они кричали, Амир АКА, Амир АКА. Так появилось слово Америка. Смеялись все, кроме американского посла. Американский посол неделю рылся в справочниках. Почему я говорю про Америку? Я не хочу, чтобы мы стали с отформатированным мышлением, потому что мы сегодня этому закону не подчиняемся. Сегодня в России вводится западная программа обучения, то есть тестирование. Здесь в Латвии она уже ввелась, и что в результате? В молдсе приходит молодой парень, интеллигентный, еще читающий в отдел книжной, а я эссапроту латвийский, и спрашивает, Джером, главка Джером, трое лодки, не читая собаки, есть? И молодой латыш ему отвечает продавец, у нас по собаководству ничего нет. Западная бескультурия с цивилизацией быта пришла к нам. И только отформатированное мышление может думать, что это нормально. А ведь западные дети уверены, что Микеланджело и Рафаэль это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетховен это собака. А вы знаете, в России тоже ввели, как и здесь сейчас, ввели тестирование по литературе. Разве литературу можно тестировать на компьютере? Вопросы. Чем Отелло душил Дездемоном? Ответ. Платок, носовой платок, там. Представляете, надо вычеркнуть. В Латвии уже есть это. И это ведут. Они все-таки уничтожат русских детей, чтобы они были похожи на западных. Чтобы они такими же выросли тупыми. Вот почему эта реформа проводится. Чтобы и наших загнать туда. Отформатированное мышление. Вопрос. Конечная станция следования поезда, под который бросилась Анна Каренина. Вы еще задайте, под какой вагон бросилась Анна Каренина. А как вам вопросик на компьютере по литературе? На какой руке болел большой палец Удобчинского? Ответа три. Вот западное мышление. Западное тестирование. В результате, я во Владивостоке спрашиваю у десятерых молодых людей, кто такой Лозо? Они мне говорят, это остановка автобуса. Кто такой Фадеев? Это поселок. А пришел человек и спросил в библиотеку, попросил Островского роман «Беспредельница», что в сочинениях пишут, Гоголь родился на Украине под Ленинградом. Тридцать седьмой в России год был настолько голодным, что майонез намазывали прямо на хлеб. Еще один написал «Герасим утопил каштанку». Чичиков приятно пах Диором. Бедные дети. Бедные дети. Все говорят, вау, окей. У вас-то ладно, говорят. Людям западным это идет, нам не идет это. Туркмен, боже мой, на границе с Туркменией. Три четверо моих израилетян знакомых переезжают к границу с Туркменией, они там что-то строили и возглавляет делегацию Израиля наш, человек, который по-русски понимает. И он понес Туркмену паспорта к пограничнику. А пост следующий, примерно как в Пыталова. Значит, в поле стоит стол. За столом сидит пограничник. В поле. У него веревочка к шлагбауму. Зонтик от солнца или от дождя. И лампа на вечернее время. И кабель в деревню проложен. Вот этот вот. И наш, значит, к нему подошел. Наш бывший иммигрант израильской строительной компании. И он везет троих коренных настоящих евреев. И говорит, вот паспорта. Молодой Туркмен, пограничник. А он уже, чтобы быть цивилизованным, он уже вау. Окей. No problem. И давая понять, что он человек цивилизованный, значит, подошел с четырьмя паспортами, первым положил на просмотр свой паспорт. Вместо компьютера у пограничника амбарная книга. Окей. Он записывает, записав фамилию, имя гражданства. Израиль. Он дошел до графы национальность и с нотками гордости спросил, националность. Кто? Маш пожал плечами, мол, совсем деревянный. Кто может быть гражданин Израиля по национальности? Ну, взял себя в руки и говорит, евреи. То, говорит, окей. Пограничник. И откроет второй паспорт. Опять доходит до графы национальности. Говорит, националность. Кто? Ну, наш уже, чтобы не раздражаться, решил пошутить. Негр. И смотрит, когда тот улыбнется. Тот без всяких улыбок. Говорит, окей. И в графу националность записывает негр. И открывает третий паспорт. Наш уже ждет вопрос, но даже писать не мог, как тот спросит. Он говорит, националность. Еврей или Невр? Тут наш решил оторваться по полной программе, говорит, ни то, ни другое. Слышь, запиши. Он по национальности «дрилл». Тон говорит, вааа. Дрилл! И такое удивление ботаникого, ботаникого, у которого в сачок птердактиль попал такой дрыл а что это такое это нашему серьезно продолжает это в израиле такое национальное меньшинство есть дрылы они очень умные в основном начальниками работают все дрылы как начальник некоторые пограничники есть дрылы у нас какую фирму сейчас не зайдешь одни дрылы он говорит мафия дрыл а говорит мафия понимаю открывать 4 паспорт он наш взял инициативу руки говорит а этот по национальности гнева национальное меньшинство их во всем мире не больше дня в тысячи осталось вымирающая нация очень редкий экземпляр охраняется государство туркмен говорит вау слушай а на огня его посмотреть можно договорить пойдем приходят машине гайбот вы его гнева холло а этот дрыл спрашивает халлоу дрыл но больше всех конечно израильтяне удивились они же не знали что их несколько экземпляров осталось гнев с дрылами а теперь представьте себе вот это мне то это рассказ не вспоминается когда я вот ведь слышу как русский город мау а теперь представьте себе после всего этого в результате в процедуры совершенно официальном документе под названием книга регистрации иностранных граждан или вы следующая запись алекс бродский гражданство израиль национальность евреев хайм фишман гражданство израиль национальность негр мой шару бирштейн гражданство израиль национальность дрыл слева гольд смит национальность гнева и под этой бредятиной подпись начальник смены старший сержант дурдыев осталось добавить добавить национальность пограничник и добавить вау мне жалко когда мы идем по западному пути мы друзья мои мы становимся смешными парень пришел молодой в библиотеку из попросил знаете что роман чернышевского как дела вот почему я рассказываю про американцев да потому что мы другие я не хочу чтобы мы стали соформатированным мышлением и действительно а когда а что с попсой мы не смешные мы же попсе подражаем западу я выписал новые песни а не мевший рукой я пи я впишу тебя в интерьер какая-то пельзимуха поет очередная и рассказали как наших мальчиков сделали на пальчиках это глюкоза коза с глюками глюкоза ты прекрасней всех на свете снег идет на всей планете это это ядерная зима наделась судя по всему наконец песня со словами пусть уходит грусть и я к тебе припрусь а я вообще решил знаете что сделать вот эти песни которые подражают западу попсовые составить портрет девушки которые посвящены эти песни это не дай бог ее представить это во-первых глаза ведь должны быть самым нет улыбка улыбка у женщины должна быть при прелестный тогда она обаятельна улыбка из песни твоя раскоса улыбка в бархатном колышется вене это изобретать это не одно это страшнее только глаза на ширине плеч про эту улыбку поется в другой песне синюка улыбка полоснет зарею по лицу руки руки тоже должны быть у женщины элегантными правда руки из песни не могу без твоих лебединых рук я нас пор могу с любым пойти что у лебедя последний раз вы руки не видели никогда но это новый сорт белорусские такие чернобыльские лебеди у них такие это лебеди мутанты то есть уже уже не подарок баба идеал попсы да но губы у нее цвета ванили мои губы опять не туда угодили это губы губы из песни о как мне дорогие любы твои сухие розовые губы но это просто мумия какая-то загримированная сухие губы да глаза конечно должны быть самым самой главной детали внешности глаза из песни не мне вам рассказывать раз и чем больше глаза тем красивее женщина права глаза из песни два бриллианта три карата то есть то есть не очень большие небольшие потому что но многие не знают что это не просто карат мера веса драгоценных металлов карат чтобы вы знали это семена древнего очень растения и эти семена все все одного веса они маленькие-маленькие как семечка вьюна то есть то есть не просто небольшие глаза а маленькие маленькие это глаза креветки с похмелья влюбиться в это чудо невозможно только после 15 лет в камере одиночки влюбиться зато брови у нее над этими маленькими маленькими-маленькими глазенками колосятся центнеры бровей да о портрете а любит она варенье из ласок из ласок еще и скунсов хорошие варенье тоже из выдр потрясающее варенье это ей по моему посвящена песня несложная очередного выкидыши фабрики звезд они все выкидыши те совершенно эмбрионального развития мозг они бы он поет меня прет меня прет потому что новый год и друзья мазы мои запев а припев потому что новый год меня прет а как вам песня со словами еще одного выкидыша пролетела стая птиц и закапалась ресниц и это в это превращается мозг планеты вы знаете мне американка учительница рассказывала в нью-йорке если хоть один русский ребенок есть в школе американские дети дауны по сравнению с ним я говорю правильно у вас и города так называется даунтаун вы латышский английский знаете как я покажу она мне рассказала чудный случай как наша дочка эмигрантов наших поставила в тупик даже ее не то что учеников задачка начальная школа для нас по такому же того же уровня сколько можно собрать велосипедов трехколесных детских если на складе 124 маленьких колеса и 62 больших все что-то посчитали наша сказала ни одного учительница спросила почему готовы испытать гордость за наших детей наш сказала потому что одних колес недостаточно чтобы собрать велосипед это я называю не отформатированным мышлением когда два немца а сейчас я вас вызвал гордость за нас а то здесь нашим ветеранам не хорошо относятся два немца едут по подмосковью на газике на старом козле военном два немца а водитель василий такой все кто хорошо соображает я василиями называю вдруг газик вспыхнул встал это я газик и запросил и немцы говорят надо из автосервиса вызвать помощь сейчас конечно у нас у нас полная подмосковья автосервисов старых козлов военных конечно да василий бед я пошел куда в автосервис значит пошел в деревню вернулся из деревни принес консервную банку ножницы садовые и колготки ношеные женские немцы спрашивают это из автосервиса вы да они и начинает что-то делал то есть отрезает от банки чего-то что-то прикручивать ну а мужики понимают вполне что он сделал с колготками он повязал вместо ремня генератора друзья мои немцы на которых здесь равняются латыши смотрели на этот процесс как на ремонт шаттла во дворе но когда газик поехал вы готовы испытать гордость готовы я требую спадать гордость один из немцев сказал видимо поэтому мы проиграли войну и вот вопрос и вот вопрос как мы умудряемся вот так соображать при этом так погано жить по отдельности кулибина энштейна менделеева все вместе огромное большое недоразумение я открыл секрет этого герб российский он все все нам рассказывает сакральный смысл герба этого две головы орла они смотрят одна на восток другая на запад горит возьмете лучшее из востока и запада не идите за западом не надо этого делать головы 2 а короны 3 башки нет своей снесло башку русским надо восстановить голову тогда эти два орла будут языки показывать в разные стороны а для этого надо взять и азиатской и западная в нас энергия азии и энергия европы почему русские такие энергичные люди русскоязычные вообще те кто на русском языке разговаривают потому что это энергии и азии в том числе поэтому мы не провинциальны своим мышлением смотрите вот на западе человек стучит можно войти входит русские не могут они стучат сразу входит они никогда не ждут к чтобы ответили энергия переполняет русского человека японцы могут находиться это опыт поставили на расстоянии 30 сантиметров друг от друга три часа 10 человек и не поругаются русские на расстоянии метр друг от друга втроем не могут находиться час они обязательно подерутся у нас особая энергия это только для русских для их энергии в маршрутке могли написать маршрутном такси в салоне просьба не бегать еду в поезде по сибири спрашиваю почему окно разбито у проводницы она верда наши ребята набились из поспорили кто сильнее удариться головой об стекло зачем вы можете объяснить то есть у русских людей энергетика сумасшедшая вектора нет одеть ее некуда а наши прет из всех щелей это чтобы русский вот так принимают баню вот чтобы веник с колючей проволокой еще вонзить водяры 120 градусов так напились наши ребята в подмосковье и говорят мало что то не пробирай давай давай прыгать с разбега в крапиву обожгли лицо 2 говорит давай ведра надевать чтобы лицо не обжечь три мужика с ведрами прыгают в крапиву одного один ударился об камень ведро вот так вот загнулась его ведре в больницу повезли чтоб снять его с русскими поэтому случаются такие такое чего ни с кем не может больше случиться где-то я тут еще что-то выписал в загорск святое место центр святости руси перебегают дети улицу перед загорской лаврой вот мостовую на спор кто ближе к автомобилю перебежит и сохрани меня господи ну конечно друзья мои а а у вас появилась вот у вас уже конечно у вас формат мышления есть евро стандарт такой точенька вот праздники такие надо праздновать а россия вот по энергетика кто может столько праздников отпраздновать никто я встречал однажды новый год во франции у них нет сил встречать новый год они истощаются на празднование рождества слабаки наши и их рождество и наше рождество и по новому стилю и по старому стилю и хануку и пейсах и по новому стилю и по и и всех национальностей праздники боже мой ну такой энергетики не угонят в россии в телепрограммке написали рождество в скобках прямая трансляция у вас лежащие полицейские на дорогах и что у вас уже тормозят люди перед ними русские не то не только разгоняются чтобы оторваться по полной программе кричат ха ха я ехал за грузовичком в грузовичке в открытом кузове везли свинью и ребята разогнались а я никогда не забуду глаза этой свиньи а я ехал за ней и вот эти глаза в наивысшей точке подскока она единственного может посмотреть в последний раз это не свой с ощущением незапланированной смерти совершенно я сам подскочил на этом полицейском лежащий у русских сбилась программа энергия есть направление нету этой энергетики спасительных задатков до черта а программа сбилась сбилась логика нарушилась у русских даже невозможно спросить какая сегодня погода они не отвечают на вопрос какая погода ты знаешь я вчера брал зонтик дача не было я тебя не спрашивал понимаешь тебе все равно за кого голосовать если ты не можешь ответить на вопрос какая сегодня погода заходит человек мало в самолет спрашивает у сердца куда самолет видеть значит и что ты думаешь что-то от выбора в твоей жизни зависит а так говорит вы не волнуйтесь я сейчас пойду к летчику узнаю я бесконечно могу приводить эти примеры у меня тут выписано черти сколько торт это у русских торт торт коробка снизу написано не переворачивать снизу те ха ха а майонез майонез год срок годности на донышке изнутри сначала съел потом посмотрел у вас йогурт есть магазине старушка йогурт есть да о да а спрайт есть еще и фанта есть да знаете вы тогда мне две бутылочки пива дайте а этот пришел магазин у меня вопрос у меня два вопроса он говорит продавчицы сколько это стоит и почему так дорого а глаза водителя маршрутного такси у которой девушка спрашивает вы остановите до дома где я живу или за ним маршрутное такси девушка говорит можно остановить его на того уазика водитель уазик отъезжает догонять это слышно я понимаете вы понимаете что этому народу все равно кто им управлять будет у него башку снесло башня съехала официанту говорю хабаровский майонез без майонеза салат без майонеза он будет понял игры не понял запиши запиши без майонеза зачем записать чтоб при разборках было на что опереться принес майонеза я говорю почему принес майонезом готова кто с майонезом вкуснее я тебя не спрашивал вкуснее с майонезом или нет ой ну и конечно гениальный случай когда мне американец сказал что у него жена роскошная чувственная с ней замечательно ходить в компании все ему завидуют одно но дома он мне говорит я не понимаю что он отвечает на мои вопросы он довольно хорошо владеет русским языком потому что у него бизнес в россии и как же я хохотал ну я предвкушаю ответ конечно задаю ему нормальный вопрос а на какой вопрос например ты не понимаешь ответа ну например самый простой хочешь чаю или нет значит она ему отвечает ну как он может поднять со своим мышлением она хочет или нет она ведь да нет наверное да нет и наверное сразу друзья мои и зато вот смотрите но при этом но при этом друзья мои только у нас ставят в россии памятники не бизнесменам не политикам поэтам только у нас пишут от души стихи только у нас книжные магазины в москве книжные открыт до часу ночи книжные там толпа людей между рестораном и путанами почитать надо это спасительный задаток народа который потерял вектор энергии церкви строят только у нас кореша думают зачтется за свой счет у нас еще есть врачи которым стыдно брать деньги с пациентов с даже здесь есть такие из чего 7 осталось но они есть еще у нас уникальные женщины остались в якутске в зал в зале випа в аэропорту женщина мне говорит посудомойка старая женщина пока есть такие женщины в русских селениях мы не безнадежно она мне говорит ой это вы я говорю ну в общем может быть я вам сейчас своего варенья домашнего дам никто в мире никакому де нира не даст бесплатно домашнего варенья никогда это то что осталось в мышлении нет форматировано русского человека неапольцы перестали грабить русских женщин знаете почему они же на мотоциклах ездят вырывают сумочки вот у русских вырвать невозможно они падают с мотоцикла грабитель да но программа сбилась турция 30 градусов жары две женщины покупают дезодорант одна другой говорит 30 градусов жары они ходят уже часа два говорит надо кенза попробовать берет так под мышкой раз говорит понюхай вторая говорит чуть не очень да не очень да я даже понимаю почему да потому что сбилась программа только наш человек ходит зимой по улице жалуют что ему холодно потом заходит магазин покупает мороженое и идет его есть на улицу только наши люди когда ошибаются номером телефона звонят не туда при этом еще права качаю шо вы трубку снимаете я не вам звоню на украине звонок мне в гостиницу и где я попала а в сочи звонят мне вот уже только наши могут это номер 232 и говорю да обалдеть можно все только наши женщины доедать в холодильнике все испорченные продукты чтобы они не пропали только наши мужики звонят жене предпраздничный рабочий день с работы говорят у меня сегодня короткий рабочий день поэтому я задержусь только наши мужики будет джон своих ночью вопросом ты спишь и только наши женщины когда мужики уходят на работу хлопают двери утром уходя кричат это ты ушел только наши ревнивцы до вечером звонят жене домой спрашивает ты дома только наш мужик может задать вопрос жене сколько тебе надо времени чтобы ты была готова через 15 минут только наш когда его называют по фамилии переспрашивает кто я дурака включая только наши запивают огурцы молоком соленые огурцы свежим молоком доверят чё-то магнитные бури сегодня от этого мини-пучи только наш человек едет сильный дождь жигулях без дворников а его жена высунувшись из пассажирского рукавом с его стороны мужики тихо сейчас не слушайте только для женщин только наш человек ходит к любовнице чтобы выпить только наши на пляже в самый санцепёк обгоревшие пьяные с трусами мокрыми на голове играют в шахматы на щелбаны или гукарегнуть за бойком только наш может поспорить на ящик водки что он бросит пить только наш человек упаковку от подарка открывает бережным берег чтобы ее потом еще кому-нибудь подарить только у нас есть выражение горе луковое чудо в перьях а красив хоть в гроб клади только наш перебегая улицу на красный свет может быть сбит встречным перебегающим только от наших я могу слышать фразу мы вчера на джипе так перевернулись ужас слава богу все были пьяные поэтому никто не пострадал ой вот вот энергетика с никитой сергеевич миссар михалковым идем на теплоходе по волге пьяный без теплоход до 4 утра дискотека стучат ластами вот это не одна нация до 4 утра не может стучать ластами в 4 утра перестает работать дискотека думаю ну все хоть засну нет это все только на набралось энергетики и вот это и разбрелось по палубе по палубам знаете зачем поорать покричать ну надо куда-то деть энергетику азии европы накопившиеся перед моей каютой прямо перед перед окном моим на палубе двое давай кто-то кричит до берега 2 а как я узнаю что я докричал а если тебе обратно окрекнуть по нормального весь неплохой пьяный 6 утра объявляется остановка монастырь как наши трезвею только что не на карачках она ползет гилья белоснежка догоняй меня а я бэтмен какой ты бэтмен ты на карачках 6 утра все трезвые все монастырь мужики в галстук женщины в платочках они стриптиз только что танцевали все глаза честные честные овцы невинные девственницы и выходит мужик из монастыря все молиться а я после одним из последних ухожу из монастыря и мужик не видит меня и ждал чтобы никого не было он хотел по-особому помолиться только наш ну наши способные он молится готовы это чтобы телевидение показал молится вот так уникальный народ на любом не зная ни одного языка в мире наши любую фразу объяснить руками могут я видел стюардесса который чуть не заплакала французскую когда наш самолете пытался и объяснить что у меня минеральную воду без газа но с лимоном руками минералия вода это без газа но ты поняла чтобы без но вот эти вот поджелудочную железу изобразил момент принятия лимона когда летел хабаровск стюардесса говорит посмотрите как спит человек вы не вы не обидитесь на меня когда увидите за то что я вас разбудила только русский человек мог спать в самолете на кресле на животе вы представляете сколько пива он выпил мы уникальный народ со сбившейся программы только вот сейчас про всех вас и про себя только наши люди когда им надо встать 6 утра заводят будильник на 550 чтобы когда будильник прозвенит почувствовать кай что можно еще 10 минут а поспать поспать и обязательно проспит допустим од pouстим а